Звуки акустической гитары в палаточном лагере теперь будут слышны несколько дней. Представители всех регионов Приволжского федерального округа собрались вместе в Хвалынске. В основном молодежь из Башкирии, Нижнего Новгорода, Самары и других областей. Для многих слово туряда уже знакомо. Были в том году, понравилось. Ожидаем, что в этом году будет еще лучше. В том году победили в спортивной части. В этом году тоже хотим победить. За этим и приехали. Впереди у участников несколько дней праздника, говорят организаторы, называя туреаду 2014 вторым блином. Отличий от прошлогодней немало. Количество участников в этом году приехали не из шести, а из четырнадцати регионов. Улучшены условия проживания и питания. Изменилась также и программа. Она рассчитана уже не на три, как в прошлом, а на четыре дня. Кто-то себя хотел попробовать в других дисциплинах, и у них не было такой возможности, потому что график соревнований был настолько плотный, ну, интересный, плотный. И вот пожелания были приняты, и вот соревнования расширили на сутки. То есть праздник продлится. Опыт прошлого года показал спортивная часть туреады – полноценные соревнования. Их даже внесли в программу по линии Министерства спорта России. Первенство по велотриалу и фигурному вождению, преодоление пеших и водных дистанций на байдарках. Здесь ребята смогут не только для своей команды завоевать призовые баллы, но и личную копилку наград пополнить. В этом году это уже трасса четвертой категории сложности. То есть это уже фактически, так сказать, серьезные соревнования к кандидатам мастера спорта, мастера спорта. То есть они позволяют либо получить разряд, либо улучшить этот разряд, да, либо получить кандидат в мастера спорта. Проживание в палатках – главное условие, вдали от шумных городов и компьютеров, наедине с природой, но не в одиночестве, а в компании своих сверстников. Так было раньше, говорят организаторы, но с появлением интернета отошло на второй план. Туреада 2014 – своего рода восстановление добрых традиций. Самое главное, через вот такие точки роста, как именно горнолыжный курорт Хвалынский, надо показывать это. Надо, чтобы наши жители нашего региона прежде всего знали те замечательные места, те замечательные муниципальные образования, поселения, которые есть в Саратовской области. А их у нас предостаточно. И когда будут сами жители это знать, жители будут проникнуты с любовью к своей малой родине, я думаю, тогда и туризм по-настоящему у нас получится. Четыре дня, говорят организаторы, пролетят незаметно, однако память о них в сердцах участников останется до следующей встречи. И уже на туреаде 2015 года будет что вспомнить. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.